Мукачевские коммунальщики на трассах не промышляют, но бюджетные деньги пристраивают не менее успешно. На этот раз скандал разгорелся вокруг закупки автобусов, в чьи карманы утекли 5 миллионов гривен, выясняла Марина Коваль. Коррупционный скандал разгорелся из-за вот этих 20 новых автобусов. Их предприятие, коммунальный транспорт Мукачева, приобрело в июне. Полиции нашли несколько нарушений в проведении тендера. Заявляют, машины купили втридорога. В результате в чьих-то карманах осели 4 миллиона 700 тысяч гривен. Рыночная цена такого автобуса 1 миллион 950 тысяч гривен, а в Мукачеве заплатили 2 миллиона 200 тысяч. Директор коммунального предприятия объясняет, все из-за дополнительного оборудования. А еще в автобусе есть кондиционер, видеомонитор, специальная электронная система для билетов и пандус. Коммунальщики все обвинения отрицают. Мы делали в рамках чинного законодательства, мы сделали все по процедуре. Отбывались международные торги, были участники, не было никаких абсолютно скарг, не было никаких нюансов. То есть, все открыто, система прозора. Жители города опасаются. Автобусы, которые должны были выйти на маршруты в сентябре, теперь могут не выпустить. А старый коммунальный транспорт уже давно отработал свое. Во-первых, по ширине она еле проходит туда. Во-вторых, это толпы народа. Ты даже не пытаешься туда влезть с ней. Автобусы торохтят, старые. Знаете, сядешься и провалишься в сиденье. Мне не подобается, например. Я уже чекаю, не дочекаюся, когда новыми будут автобусы. Полиции говорят, расследование уголовного дела не должно повлиять на выход новых автобусов на маршруты. Что же касается чиновников, то если докажут растрату бюджетных денег, им грозит до 12 лет лишения свободы. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область. Мы следим за этой темой и обязательно расскажем вам, чем все закончилось. Продолжение следует...